К кнопке там за Люцина не нажал, ты должен пойти и убить эту Калисту просто. Но только не в Лиге Претендентов. В Лиге Претендентов свои правила, я не хочу в них лезть, я просто хочу наблюдать, что же там будет происходить в дальнейшем. Слишком сложно. Ну что ж, дорогие друзья, а у нас игра Unicorns of Love против Giants. 7-3 Unicorns, 1-9 Giants. При этом в бан уходит Rumble от команды Unicorns of Love. Видели мы в предыдущей игре в драфте, возможно, ну то есть выбирал там Rumble кто-то из игроков и мог он появиться в игре, но не появился. Сплайс раздумывали насчет того, что пикать Rumble или нет, но сейчас Unicorns of Love, видимо, скаутинг на этой неделе прошел хорошо. И Giants успели подготовить этого чемпиона для себя, ну и хотят просто убрать его. Визичач играет на мышке SteelSeries Kinzo. И что? Не знаю. Я просто весь время думал, подбирал, какая мышка самая идеальная под моба игры. Мне кажется, что Kinzo, вот она входит в топ-ич. В топ-ич? В топ-3, наверное. Ну, Kinzo неплоха, кстати. Мне Сенсей, я тоже, кстати, нравится. У меня тоже Сенсей. Мне нравится Сенсей. Они похожи с Kinzo как раз-таки. Да-да-да, форма. Да-да-да, только Сенсей, по-моему, чуть потяжелее. Тимзу полегче. Ну и в банах у нас Нидели. Нидели, Рамбл, Алистар со стороны команды Unicorns of Love. Лулу, Киндред и Калис со стороны Giants. И на первый пик Йолы по старой доброй схеме забирают просто Люциона. Кока остается у нас все еще в пуле. Будут ли здесь Giants забирать его для себя? Мне кажется, если Адри будет играть на Коге, это будет не самое удачное решение для команды Giants. Ну и, кстати, даже в те времена, когда Ког был очень сильным, Люционом считался очень хорошим пиком против него. Потому что были возможности в командном сражении для Люциона просто в соло, без привязки к своей команде, занять хорошую позицию. Ты моментально с помощью Ешки сокращаешь дистанцию, даешь там несколько критов, потом свой вот этот полный проказ за Люциона через скиллы и двойные автоатаки и криты. И ты вполне мог быстро разобраться с Когом. Да, Ког как раз-таки чемпион, который вынужден долго разгоняться. Сейчас просто у Люциона итомизация другая абсолютно. И он не собирается через статик и инфинити в грань бесконечности, с которой он может, допустим, при этих двух предметах быстро сократить дистанцию и убить этого Кога. Потому что сейчас через итомизацию, допустим, та же пушка плюс эссенс ривер, он не выдаст эти криты, которые смогут убить Кога. Хотя при этом и у Кога сейчас ранней итомизации, он достаточно такой хиленький получается. Поэтому посмотрим, как это будет работать. Сейчас мета у нас меняется и Джейн забирают для себя вновь Грагосы, которые мы уже видим третью игру подряд. Но Готфред будет играть у нас на Брауме. Кстати, вот мы все говорили про Атома, что он слабо выступает, слабо выступает. А он сидит, по-моему, в топ-50 челленджеров из 100. Ну, здесь есть отличия между тем, как, допустим, игрок может отыгрывать соло-кью и как он отыгрывает 5 на 5. Возможно, для него это все еще первый сезон на LCS, и он просто чувствует себя неуверенно. Но со Стивом там другие проблемы были, просто обузили то, что новичок. И в прошлом сезоне, хотя и в этом, в принципе, есть некоторые такие связки, такие сильнейшие, где топ-лейн плюс жангл, они просто вражеские топ-лейн плюс жангл. Если у них коммуникация с энергией не на том же уровне, как у твоего оппонента, они просто уничтожали. И Стив попал в ту ситуацию, когда он пришел в состав команды, где, ну, и так она проигрывала практически все свои матчи, и при этом, ну, большинство из них, да. И играет против какого-нибудь Визичачи, там, слэш, я не знаю, Одамна, слэш Кабачарда. Эти топеры со своими лесниками тебя просто убивают, и ты с этим ничего не сможешь сделать. Поэтому у Стива первые там пять игр были, когда что-то в районе ноль целых, там, пять десятых. Как у... Сафира. Да, как у Сафир. Ну что ж, Люциан. Трэш на бот-лейне будет командой Unicorns of Love. При этом Джайанцы уже укомплектовали свою связку на бот-лейне. Это будет Ког плюс Браум. Причем Браум обеспечивает неплохую защиту для Кога. Может быть, даже лучше, чем Элистар. И при этом Грагас на позицию Лесника. Снова. Еще Люкса есть, который тоже может с Кога задефать. Здесь у Йоалов неплохой такой пик-сетап вырисовывается. Это то, как раз через что Йоалы очень хорошо всегда играли. Одна из их самых излюбленных стратегий. По этой же причине Хулисанг на протяжении многих месяцев никогда на ЛЦС для себя не мог получить как Трэша, так и Моргану. Потому что против Йоалов два этих пика всегда практически уходили в бан. Так как они являются основоположниками вот этих пик-сетапов. И при этом с поддержкой Элизы, какого-нибудь Лесина, это реализовывать очень-очень просто выходит. Поэтому здесь Джайнс уже находится в не самой приятной позиции для себя. Потому что они будут играть против сильные стратегии Unicorns of Love. Да, с другой стороны у Джайнс появляется, возможно, Трандл. Трандл против Поппи должен быть весьма неплохим вариантом. Но с другой стороны... Трандл и против Поппи, Трандл и против Фиоры хорош на топе достаточно. Потому что если не получается заработать преимущество первоначально на линии против него, то в дальнейшем он становится все сильнее и сильнее и сильнее. И даже Фиора в лейтгейме не совсем может отвечать на Трандл. Потому что Трандл в плане сплитпушеров один из сильнейших чемпионов наравне там... Ну там есть просто связки какие-то. Там Джакс очень силен, там Трандл силен, Фиора сильна. Но против каждого работает по-разному. Ну просто там тот же Джакс, он там в Верлигейме проседает. У него есть некоторые недочеты. Трандл, в свою очередь, даже в ранней игре он неплох. Ну, смотря против кого. Тоже у него все-таки нету никаких вот габклоузеров. То есть быстрых дэшей к своим целям, которым он может моментально достигнуть. И, допустим, нанести урон или инициировать. Но с другой стороны у него есть Бабыка, которую он просто ставит. Бабыка? Да. Почему Бабыка? Ну, так есть. Как есть, так есть. На каком это языке? Это на языке моржа. Еще со старых добрых времен. Бабыка? Ладно. Бабыка. Ну, что ж. На мой взгляд, Трандл это все-таки герой, который как раз... Он и хорошо против ганков может выстоять. То есть он даже там в какой-то ситуации 2 на 1 может подраться. Даже после 6. Особенно если против него он выстоит там. По сравнению с Поппи он от ганков проседает гораздо сильнее. Потому что у него при выбитом флэше сыграть по нему становится очень просто. А вот Поппи, она неприятна тем, что она может за счет своего стана, ну, рывка в стену, она может и по миньонам ее использовать как-то, попытаться выйти из драки. При этом у нее есть неплохая выживаемость, есть замедление. Если вдруг там по таймингам совпадают, у нее есть еще и точек дополнительный. Поэтому у Поппи просто чуть больше возможностей. При этом связки здесь, конечно, такие, что и Трандл с Грагасом могут Поппи наказывать достаточно серьезно. Так же, как и Поппи вместе с Элизой Трандл. Ну что же, дорогие друзья, у нас начинается игра Unicorns of Love против команды Giants. Смогут ли гиганты, испанские гиганты, одолеть команду Unicorns of Love? Или же нет? Ну, это мы уже узнаем после этой игры. Тем не менее, XP мы увидим на люксе. Обычно на люксе. В последнее время все время берут целый румунский, но здесь XP не идет по тем же стопам и берет колдунью. Колдунью. Будет колдовать. Колдовать. Как говорил Борис, если колдун не колдует, то все плохо. Команда не побеждает. Команда проигрывает. Надеемся, что XP будет колдовать в этой игре. Ну и, кстати, вновь свап у нас со стороны Unicorns of Love уже на этот раз. Да. Кстати, Пеппинера играет через Гост флэш на люксе. Не часто. В последнее время я вижу Госту, кстати говоря. Не часто. Это люкс, который выполняет немножко другие функции по сравнению с телепорт, допустим, люксой. То есть это тратить постоянно ультимейты на линии не получится. То есть если идет какая-то агрессия на боковых линиях, то за счет Гостаг, так же, как и у Twisted Fate, она может гораздо раньше вражеского мидлейнера занять нужную позицию и просто уже помочь нам доесть своим уроном необходимым. Так же, как и Twisted Fate. Почему ему Гост брался? Потому что он может при начале драки просто включать его и уже... Ну да. Но Twisted Fate он просто по драке передвигается и карты свои ему проще бросает. Здесь даже важнее, помимо того, что он может, да, по драке передвигаться более выгодно для себя, так же он может и именно на ганг более выгодную позицию для себя занять, чтобы враг просто не смог сбежать. Ну, это тоже верно, да. Вот Фред сейчас заходит в вражеский лес помешать, как Руди и Визичачи, но у него не выйдет. Слишком поздно он это делает, слишком поздно понимает, что здесь происходит свап. Да. Мне кажется, вообще в любой игре очень опасно не проводить никакую разведку, то есть не ставить ворты в чужом лесу. Ну, это зависит от того, насколько для тебя это важно. Здесь Unicorns of Love, конечно, наглого сильнее по ротациям и по всему, что они делают на карте, и по сравнению с Giants, потому что Unicorns of Love все-таки сейчас в этом сезоне занимаются в плане командной игры такой первоклассный эшелон, идут в первом дивизионе, и не зря у них действительно там третья позиция по очкам. Да, в этом плане Unicorns реально хороши, и они сейчас пытаются быстро вынести вышку первого уровня на топе, при этом Giants будут отвечать уничтожением вышки на боте. Ну, я просто к тому, что, наверное, для них не так было важно, там, Giants свапнут, не свапнут сами, и просто в любой ситуации они были бы выигрыши. Браун-Кок, кстати, опасная связка вообще-то на два, то есть если Браун там попадает своим виндерсбайтом, то Кок очень быстро эти стаки прокает. Да, но не стоит забывать, что связки уже именно с Лесняком, Йолы были бы гораздо опаснее, потому что сетап здесь 3 на 3 выходит у Йолов, очень мобильный, зацепить оппонента легко, и если у того же Кога, да даже у Браума не будет флеша, то наказывать их становится очень просто. Да, при этом на мидлэйне серьезный размен идет между Фоксом и Пеппинеро. Очередная сингулярность Люкса попадает по Фоксу. Да, здесь размен Фокс проигрывает сейчас целиком и полностью. При этом по фарму уже Икспеппи начинает лидировать, смог продавить свою линию. Да. Ну, Люкса это... Ну, кстати, неоднозначный весьма чемпион в плане фармфейстинга по сравнению с тем же Виктором, который... Виктор сейчас получит свой аугмент второго уровня, и за счет аугмента уже сможет очень быстро сбивать пачки миньонов. Люкса такой чемпион, который, если надо играть пассивно, да, она будет проседать по фарму, по сравнению с оппонентом, но выключить ее полностью не выйдет, потому что на большом расстоянии она сколько-то миньонов практически постоянно может забирать. Ну, да. Ну, с большого расстояния. При этом, если сравнить с какой-нибудь Арией, которую, ну, действительно против нее зарабатываешь преимущество, и ее уже можно давить намного сильнее. При этом за Люкс можно играть и в агрессию, как это показал вот Икспепи, за счет чего получил уже преимущество практически на 10 миньонов в пятой минуте. Да, это плюс, конечно. При свапе просто это можно реализовывать, потому что ты почти постоянно видишь, где находятся твои оппоненты, и легко тебя контролировать передвижение по карте. Ну, и здесь абсолютно зеркально все происходит. Джайантс сейчас начинает уже бить вышку первого уровня на топе, тем же отвечают Юолы только по боту. Хайдс Руди на миде. Заходит на Люксу, показался, ушел, пока ничего не удается сделать Элис. С другой стороны, Грагас выфармывает, Бетанжок забирает Волчков, сейчас Элис ответит убийством Грампа и Волков, скорее всего. А, золото с вышки, скорее всего, получит вновь Безичача топ-лейнерам. Ну, всегда отдают топ-лейнерам. Ну, чтобы какие-то предметы они имели, иначе, это можно начинать обузить. И если ты встречаешься уже после свапа с топером, который по левелу тебя опережает, и даже вот на самый какой-то неподходящий предмет, то, ну, предмет, то ты даже запушить линию не сможешь, и при должном фризе линия уже проигрывается очень сильно. Да, забирает Геральда, команда Джайанц. Но за то, что они забирали Геральда, сейчас по свапу выходит так, что Везичача продолжает фармить, и по уровню он уже начинает обережать атомы. Да, он четвертого, атом пока что третьего, но для Трандла это не прям такая большая проблема, не такой уж болезненный момент, но, с другой стороны, да, сложности некоторые могут возникнуть. Начинается у нас стати игры уже, ее можно после свапа, вот когда вышки первого уровня забираются, называть это игрой уже через лесника и саппорта, которые расставляют свой обзор во вражеском лесу, ну, либо же через те линии, которые они пытаются контролировать. Здесь у Хулисанга не получается зацепить бетонжок. Да, бетонжок хорошо играет здесь, он выигрывает для себя немного, ну, и времени, и золота здесь получает с варда, и, естественно, лишает команду Unicorns of Love. Очень хороший здесь ответ от Giants получился, потому что они уничтожили практически весь обзор, при этом свои пинки они также смогли расставить. Да, Giants играют сейчас очень хорошо, у них такое устойчивое положение, они держатся. Пока что в этой игре они не сдают позиций. Фарм здесь, конечно, потеряется для Giants, но, тем не менее, продавить никак не получилось. Ну, Руди здесь заходит, Люксо знает о том, что находится рядом Элис. Очередной пин, который здесь должны Ньюолы забирать, и Вижен все-таки они смогли как-то почистить, и в дальнейшем заходы будут попроще, при этом никак вард не удастся сейчас у Giants забрать, который контролирует уже обход через красный баф. Ситуация 50 на 50, тут ничего прям такого сильного не потеряли Giants. По вардам более-менее ровненько, при этом Визичача заходит на Адри, здесь Адри видит этот врыв, пытается уйти, нужно флешиться, очень много дэмэджа проходит по Адри, даже не позаюзл свой флеш, отдал только хил, при этом на развороте играет. Неприятная ситуация, Атом здесь потратил свой телепорт, а продолжить эту драку никак не получится, при этом сейчас у Визичача такая позиция, что он заберет там 2,5 пачки миньонов, Атом все еще четвертого уровня, он теряет фарм на топе, ему пешком приходится туда возвращаться, и выход от Юолов удался, потому что за счет вот таких микромоментов они сейчас получат много преимуществ. Здесь Атом должен был, мне кажется, наоборот, играть на то, что ему нельзя телепортиться. Ух, ДСН за Хулисанга не попадает ни в кого, забирает Пеппинера этот синий баф в свою пользу. Атом нужно было держать такую позицию, что он должен выформить. Пока что ситуация разворачивается не очень благоприятно для топ-лейнера команды Джайанс. Ну и вновь Юолы пытаются как-то давить своей агрессией. У них получается, потому что выбитый флеш и хилл из Кога — это очень важные такие саммонеры, через которые в дальнейшем будут играть проще. Если получится вылавливать Кога, который будет просто пытаться где-то подфармливать, то Юолы будут очень сильно лидировать в этой игре. Да, кстати говоря, по фарму Ког Мао идет хорошо. У него 74 на 71 у Люциана. Зачастую в играх Люциан vs Ког, Люциан опережает Ког Мао. По крайней мере, в большинстве случаев. Ну, потому что ему просто проще себя где-то соло чувствовать комфортнее. Потому что даже если его будет отрезать, у него гораздо больше возможностей выйти из-под ганка даже без флеша. Очень хорошее опережение имеет Пипинера на миде. Он обыгрывает Фокса пока что по фарму и по ощущениям на карте вообще Пипинера впереди. А Джайантс тем временем забирают первого Дракона. Никак им помешать здесь не удастся, только если Хулисанг попадает по Питан Джокупам. А, или по Дракону, если бы попало. По Дракону, по Дракону. Там анимация просто очень рядом с Грагасом выглядела. Но, тем не менее, забрать ничего не удалось. Теперь Джайантс передвигаются, перемещаются на бот. До Т2 они вряд ли пойдут. Просто невыгодно. С ситуацией, когда у твоего топера нет телепорта. И здесь, будь вижен какой-то у Йолов более глубокий, здесь вообще Джайантсов можно было бы и наказать. Да, но нет, не сегодня. Говорят, Джайантс отходит чуть-чуть назад. На самом деле, по золотой разнице совершенно небольшая. Но Джайантс пока что держит эту игру в своих руках. И тут даже умудряются в некоторых моментах инициировать. А там при этом играет по Визичачи, использует свой ультимейт, продолжает играть, Визичачи сидит. Здесь никак не получится. При этом сейчас у Атому ультимейт закончится, и Визичачи может даже на развороте что-то сделать. Туда идут правый отряд команды Джайантс. Варды. Не идут. Остановились. Это Герольд. Там, да, пошел фокус по Атому. Здесь Визичачи почти добивает этого тролля. Не удается это сделать. Троллю нужно срочно отсустениваться. Тут вся команда Джайантс поблизости просто прикрыла Визичачи. Кстати, можно было заходить, на самом деле, по-моему. Времени много тратит, но тем временем и стилбэк просто фризит линию на боте. Ну, хотя уже не фризит. Ну, то есть можно было сыграть, на самом деле, по Визичачи. Ну, просто Джайантс сами не понимали, что там будет делать Визичачи, и информации не хватило в Unicorns of Love, чтобы первоначально как-то расценивать эту ситуацию в плюс для себя. Поэтому вышло так, что никто не получил никаких бонусов с этой агрессией. Опа, Готфорду сыграл Хули Санг, Флейм его притягивает, Готфорд легко уходит. Потеряв, правда, порядка 50% хп, чуть-чуть меньше, 40. Ну, и там Джок забирает Волков. Вот уже Хули Санг подходит, держит сейчас свои границы. Команд Юол потихонечку запушивает Джайантс, но этого пока недостаточно. Ну, недостаточно глубоко, да, за счет чего здесь Йолы вновь находятся в более такой приятной для себя ситуации, так как они будут фармить вновь две линии. Да, а вот у Джайантс проблема, Адри. Сейчас довольно мало фарма получит здесь, хотя... Ну, там он буквально трех минюнов потеряет, не так страшно еще. Должен реабилитироваться чуть-чуть по фарму. О, кстати, у Атома интересная итомизация. Первым же предметом он покупает перчатку. Это будет такой не супердамажущий тролль, но при этом от него будет очень сложно убежать, если он на длинной линии кого-то встретит. Да, сложно убежать и, в принципе, игнорировать его будет не так просто. То есть, учитывая... Ну, ему на сесть на цель будет достаточно легко. Да, и он получает сокращение перезарядки 20%, что тоже немаловажно для такого чемпиона, как Трану, который очень сильно зависит от своего ультимейта. Ну, и от глыб, которую он ставит. Который, кстати, кулдаун довольно большой. Ну, как носить. Ну, по хп у него просто проблема. И, кстати, на ту же итомизацию уже выходят визичачи. Тоже первым же предметом будет собирать перчатку. При этом у него есть уже готовый ботинок. Трану на линии ботинка сейчас не будет не хватать. У него отсутствие вышки. Если пойдет преследование по Трану, то он вряд ли уйдет живым отсюда. У него есть хорошая мобильность за счет своего поля, которое он выставляет. Но все-таки надо учитывать, что не на всю карту это поле устанавливается. И тут преследование может оказаться намного больше, чем Атом запланирует. При этом Руди с Хулисангом здесь заходят на ботлайн команды Джиантс. Бетанжок с Готфордом имеет обзор определенный. Попытается состелить Руди. Синий баф ему удается это сделать. Грага стратит свой эксплозив каск на синий баф. Но забрать его не смог. Что ж, очередной плюс для команды Йолл. Небольшой, но приятный. И в итоге по золоту разница все меньше и меньше здесь. Не получается у Йоллов никак продавить Джиантсов. Потому что постоянно Джиантсы делают правильные ответы. И к этой неделе в плане ротации и командных действий они подошли гораздо более уверенно, чем это было до этого. Да, видно, что Джиантс набирают потихонечку обороты. То есть им бы еще третий круг игр. Если бы полгода шел сезон, то Джиантс вполне могли бы потом закрепиться уже где-то. Может даже не в лидерах, но в первой пятерке. Да, кто знает. Ну, по крайней мере, тенденция располагает к этому на данный момент. И потихонечку Джиантс себя реабилитирует. Именно в плане моментов, которые они отыгрывают. Потому что в начале сезона это был просто кошмар. Ну и вновь у нас игра сейчас полностью успокаивается. Никакую агрессию в Йоллов не получилось провернуть. Надо заблочить свои определенные... Вау, люкса! Стирит этот синий. 1 хп, по-моему. 4. 4 хп. Класс. Кипенера отлично здесь состилил. Прямо вовремя подгадал момент. Причем варда не было. Но при этом и мидлейн, он продолжает свой лидировать. У него есть синий баф, у фокса его нет. И в дальнейшем, если постоянно его запушивают, то Кипенера просто будет продолжать набирать обороты. Да. А люкса, если она набирает как раз таки обороты, если она собирает предметы, она становится очень опасным противником. Слишком много целей, которые она может ваншотнуть. Да. У фокса есть клинс, по фоксу сыграть будет не так просто. Но при этом, если она поймает стилбека, да даже того же трэша, которого сейчас по уровням все очень плачевно. Хотя у Готфреда еще хуже, у него все еще нет шестого. Шестнадцатая минута у нас уже на табло. Слишком много командных передвижений он создает. И это проблема, потому что, да, его можно будет наказать за это, когда дело дойдет до первой стычки. Вот сейчас Готфред может получить шестой уровень, кстати говоря. Нет, он решает все равно побегать еще по лесу. Кулисанг, в свою очередь. Имея шестой тоже постоянно двигается по лесу. На самом деле, мне всегда страшно, когда я вижу суппорта, который так сильно отстает по уровню. И если он вдруг попадется под какой-то проказ, то его моментально могут... Суппорта, а если с другой стороны Виктор или даже Люкс, которые могут просто там за несколько секунд, буквально за одну-полторы секунды уничтожить даже более толстые цели. Иногда боишься, там, ой, там один-два левела разница. Страшно идти вперед. Да, но когда раньше уже пять уровней... О, да, и здесь проказ пошел по Кулисангу, его практически забирают. Ферст Блад ставит команду Джайантс. Вот этот момент. И Готфорд с шестым уровнем, кто тоже немножко встревает, использует свой Глэшл Фишер, пытается уйти изо всех сил, его практически добивают, но Готфред живет. И команда Джайантс, забрав в свою пользу Ферст Блад... У Пеппенера есть. Есть ультимейт. О, да. Проказ пошел. Или нет? Взорвет пачку миньонов. Здесь нужна какая-то поддержка. Вся пачка падает. Танкуют сейчас ЮОЛЭ. Смогут визичай чем пытаться поймать. Ульта Файл Спарк почти убивает визичачи. Уоу. Немало урона, кстати, тут-то прошло. Одна автоатака, любая убила бы сейчас визичачи. Он явно не ожидал, что автоатака Таура плюс Ешка и плюс ультимейт снимут ему половину хп. Грамотно сыграл Бетанжок. Очень быстро вывел здесь из игры Кулисанга. Это то, как раз, о чем мы говорили. Здесь под фокус попали именно с суппорта. Что с одной, что с другой стороны. Потому что их убить можно действительно сейчас в мгновение ока. Ошибся Готфорд своим ультимейтом. Все-таки он дал его в молоко и при этом подставился. Ну, здесь еще стоит отметить, что и Тандерлорд сыграл, да? Да. За счет чего люкс еще дополнительного урона нанесла. Сейчас появляется, кстати, уже Эхолю Дэна. И там еще брок будет дополнительный. За счет чего такая люкса становится все страшнее и страшнее. Да. Тандерлорд, Люден. Этот прокаст будет действительно убивать любую цель на карте. Но при этом у Адри уже есть генса. Счет 1-0. При этом преимущество как раз-таки на этот ферстблат сейчас в пользу Джайанс. И смогут ли они продолжить набирать обороты. Потому что у люксы уже все есть. Вот у Адри получил на Коге тоже свои определенные предметы, с которыми уже может продолжать как и быстрее фармить, так и просто быть более сильным в командных сражениях. Но не все так однозначно. Да. Игра очень сложная здесь. Сложная и для Йолов, и для Джайанс. Фокс встревает. Отличный экспозитор кассов. Бетанжок. Отлично сыграно. Здесь почти спрокает стан. Фокс сразу же снимает его клинсо. У него уже нет флэша. Бетанжок встревает в стан. Атом тем временем заходит слишком далеко. Файлл спарк на люксы. Забивает Виктора. Разворачивается здесь. И Лиз. Атом выживает. Путь шелдом. Пипинера. Отходит дальше. Руди. 2-0 становится счет в пользу Джайанс. Этот Руди здесь немножко вне позиции. При этом Адри был вбит. Героик чаржем. Стилбэк продолжает играть. Забирают Адри. При этом Готфред практически упал. Здесь Бетанжок вне позиции. Его скорее всего тоже заберут. Дабл килл для Люциана. И Стилбэк начинает набирать киллы. Хороший ответ за одного Фокса. В плохой позиции уже Джайанс оказались. И почему здесь Адри вообще решил убегать через свой лес здесь было для меня непонятно. Потому что для Джайанс был единственный отход это через свой синий баф. Да. Через болтайн. Ошибка здесь именно в позиционировании от Адри сейчас очень много потеряла для Джайанс. Два убийства и вышка первого уровня на миде. Да. Именно так отдаются игры команды Джайанс. Здесь хороший момент был по Фоксу. Конечно, сыграли здесь великолепно Джайанс. Заставили его отдать оба Самонера. Ну вот это одна из проблем утомизации Атому. То, что его здесь очень быстро просадили. Но Икс Пеппи смог достигнуть своего тиммейта Виктора. Вот здесь надо было уходить на синий баф в команде Джайанс. Но Готфред пошел непонятно куда. Но Готфред уже отступал и у него все нормально было. А почему Адри побежал вообще вслепую так при этом? Ну очень плохо. По Вижену было очень плохо. Не по Вижену здесь. Ну они видели подходящих оппонентов. Почему не развернуться и не уйти просто. Варды у них стояли даже. Нет, это вам только-только поставил Бетанжок перед смертью своей. Но тем не менее их уже там Готфреда закрывали, Готфред развернулся, а Адри побежал дальше вперед. Да. Странное немножко, как раз, странное действие от команды Джайанс. Но тем не менее, это еще не конец для них абсолютно. Да, они чуть в минусе по голде. Эта ситуация лишила их тавера на миде. Но все еще они могут реабилитироваться. Как раз да, по поводу закупа Атома. Это серьезная проблема. У него нет магического сопротивления. То есть он сделал фокус на Iceborne Gauntlet. У него нету хп пула серьезного. То есть у него мало здоровья в игре. У него много армора, но нету магического сопротивления абсолютно против сетапа, где его могут убить с бурспрокаста Элисы и Виктора. Да, и если сейчас вдруг Йолы смогут захватить посильнее преимущество, смогут начинать давить, то этот Трандл не сможет особо помочь своей команде. Да. Икс Пеппи использует свой ультимейт, чтобы сбить мидлейн миньонов. Сейчас преимущество на миде, конечно, очень сильное в пользу Джайанс. Это 50 миньонов плюс 2 убийства со стороны именно Икс Пеппи. Ну да, там преимущество в полторы тысячи, наверное, по золотым. Это около того. То есть крайне серьезно. Но, в принципе, ситуация на ботлейне у Адри. Да, 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 зеркальная. Ой, Бетанжок стревает немножко. Холесанг идет дальше. Это проходит коробка. При этом Холесанг практически падает. Здесь его серьезно пробивает Адри. Но этого недостаточно. Минус Бетанжок. И в итоге размен 1-0. При этом здесь Весничача смог потрейдиться с Атомом. И его могут вполне попытаться упражнять. Тут все, и Люкса пытается заловить кого-то. Холесанг отходит, аккуратно отыгрывает очень. Здесь могут сильные Джайансы встрять, если допустят ошибку. Фокс. При этом Т2 на боте может упасть очень быстро. Упадет, упадет. Потому что Люкса сейчас возвращается на мид. Да. Отправляет Атома нам на фонтан. Готфред кидает Глэйшл Фишер. Хорошая ульта от Готфреда. Но за фоловить продолжить никак не получится. Файнал Спарк от Люксы. Практически убивает Холесанга. Совсем чуть-чуть. Опять же урона не хватило. Мне кажется, Эхо Людена не хватило. Которое до этого было. На перезарядке. Да, оно было на перезарядке. Но Эхо Людена бы не добило. Трэша там. 200 хп было. Не выдал бы Эхо Людена столько урона. Это факт. Но. Не знаю. Тут сложная ситуация у Джайанса. Они хорошо отыграли Эрли. Очень грамотно. Очень качественно. Но при этом вот эта драка на реке. Которую Джайанс буквально отдали. Бесплатно команде Йол. Переворачивает обратную ситуацию. И теперь уникорны накапливают силы. Набирают обороты. И Джайанс могут в этой игре посыпаться. Ну да. При таком уровне игры допускать такие ошибки просто недопустимо. Так как тебя в момент накажут. И тем воспользовались Йол. И сейчас возвращаются в игру полностью. И при этом еще даже захватывают. Ой-ой-ой. Пипинера. Получил здесь урон. И стилбэк также отплатил. Вот он кстати первый статик. Да. Сейчас предмет действительно выглядит на большинство чемпионов лучше чем пушка. Пушка получилась такой достаточно серьезный нерф. Да. Ну точнее как не нерф. Именно вот сочетание нерфов пушки плюс бафа. Оу. Стилбэк. Стилбэк здесь. Не вовремя. Прожимает свою Ешку. Тратит больше половины хп. И придется идти отхиливаться где-то. Ну у него есть уже вампир скептор. Ну я про это говорю. Где-то надо побить миньонов. Драконов. Все средства хороши в этой ситуации. Но. Атом пытается запушить немножко топ. Появился уже барон. Барона. Нет. Не буду предпакать Джайанс. Хоть у них есть Ковмаф. Который в принципе хорош в убийстве барона. Как война например. Если бы они раньше пошли вот прям в тот момент, когда Йолл начали передвигаться к дракону, то может быть что-то и вышло для них. Ну да. Либо просто заставили бы Йоллов поменять свои приоритеты. Но это риск был. Но это опять же, это высокий риск и высокая награда. Джайанс не принимает такой риск. Играет достаточно осторожно. Потому что это положение, которое у них сейчас, это при ошибке они скорее всего потеряют очень много. Но и Визичачи играет по люксе. Очень вовремя Пипинейра отдал свой флэш. Хорошая реакция от Пипинейра. И он здесь моментально смогли отреагировать на вход этой попе. Да. При этом Визичачи сам потратил флэш. Что-то тоже важно. Джайансы проводят очень осторожную такую размеренную игру здесь. Идет позиционная борьба сейчас. Надо попытаться как-то расставить свой обзор для Йоллов. Для Джайансов защититься. Потому что в тот момент, когда ворды у одной из команд заканчиваются, в принципе, она и проигрывает. Так как можно пытаться уже байтить на барона. Да-да. И можешь не вовремя это заметить. И вообще среагировать на то, что оппонент уже, оказывается, его берет. Ну, либо оппонент может ловушку организовать. Поэтому всегда выгодно просто запушивать миль. Потому что даже если там оппонент пытается тебя как-то забайтить на этом бароне, ты можешь продавить ему одну-две вышки и при этом прийти еще попытаться его как-то остановить. Если ты видишь, что он не отвечает. Ну да. Разница тысячи золотых для Джайансов не так печальна. То есть они могут одним сражением перевернуть игру. Ну, для этой стадии игры это вообще не важно. Потому что сейчас... Пепинера должен получить шестнадцатый. Ему очень важно. Предметы уже есть как и у Пепинера, так и у Адри, с которыми они могут сражаться. Здесь уже по большей части зависит от хорошей, наверное, драки, которую они могут принять. То есть хорошее позиционирование, попытка кого-то поймать. Визи Чачи уже в драке против Фок. Атом не выигрывает. Да, Атом очень больно бьет. У него есть титаническая гидра. Но вот сейчас вся остальная команда Юл пойдет на ботлайн. Здесь как бы Атом не встрял. Но при этом Джайансы тоже начинают давить мид. То есть очень грамотно сейчас отыгрывает команда Джайанс. Ультимейт от Фокса прошел. Ульта от Фокса. При этом телепорт пошел отвезить Чачу. Визи Чачу не слышал. Эксплозив Казби, Танжо кидает молоко. Телепорт пошел от Атома. Драка будет ли продолжаться? Десенденс по Атому. Атому уже нет ультимейта. Его моментально забирают. Вот он. Минус айтемизации Атома. И сейчас титаническая гидра и рукавица. Скорее минус телепорты без поддержки. Команда убегала, а ты не можешь так телепортироваться. Когда все оппоненты, тем более с таким количеством контроля, который присутствует сейчас у Йоллов, вылетает по тебе. Проходит по руде пиннинг, но ничего не выйдет из этого. Это, в принципе, ошибка Атома и ошибка команды в целом. Потому что нужно было говорить, что все, Атом, мы отступаем. Не надо телепортироваться. Ну, в этом и есть равенство команд, потому что Джайантс постоянно допускает какие-то неприятные ошибки, на которых теряют очень много. Вот они допустили две ошибки, с чего Йоллы получили, в общем, уже сколько? Три убийства даже. Да, три убийства плюс две вышки. Три вышки. Да, три вышки. В итоге Джайантсам удается взять одну. Руди встревает. Практически упал Адри. На волоске был от того, чтобы попасться под лазер и пук. Пока что все хорошо. Визичача подходит на мид. Поппи без телепорта, конечно, зайти в спину гораздо сложнее. Да. Джайантсы продолжают играть осторожно от дефа. Все еще нет 16-го уровня у Люксы, но скоро должен появиться. 16-го уровня нет, тем не менее, вышки уже потеряны, как на боте, так и на миде. Остается только одна Т2 на топе сейчас, и если будут продолжать Йоллы так же потихоньку продавливать, то однажды они и до Т3 дойдут. Сейчас уже, кстати, можно вполне пытаться заниматься бароном, но против Люксы это всегда опасно. Да. Сколько кок сейчас уже вносит урона. У него появляется в додшватах Катлас. Кстати, в этой игре тоже. Я бы подставил под сомнение подобную айтемизацию. Боттерк он неплох, но здесь тоже необходимо как-то защищаться от... Ой-ой-ой, Фокс стрял! При этом урона получил не очень много, но у него все-таки есть Абисал-Скептер. Абисал, Релай, это два предмета, который помимо статов для мидера дает, как АП кастера, так еще и хорошую выживаемость. То есть и Magic Resist, и дополнительный пулл ХП. Да. При этом сейчас опять же позиционно пытаются воевать и Адри, точнее и Джайнс, и Йоллы. Адри, его задача занять очень хорошую позицию в драке, потому что как раз-таки от позиции Адри, ну и Пупинеры, разумеется, будет зависеть то, как, в принципе, пройдет драка, Готфорд использует свою Unbreakable, чтобы защититься по максимуму от урона, который вносит Люциан. Это Бруди. Лиз. В такой игре Лиз гиперопасный противник, потому что она всегда может преодолеть большую дистанцию. достаточно хорошо выформлена, тем более сейчас тоже Релайс вскоре появится у этой Лизы. Стараются Джайнс защитить свои варды, но это очень сложно сделать. Положение все-таки минусовое у команды Джайнс, Юолы сейчас диктуют ход игры. Посмотри, четыре варда, розовых варда как раз-таки у команды Юол. В верхней части леса с этим нужно считаться. Визичачи врывается в Экспепи, Экспепи очень хорошо спозиционировался флэжом через стену, уже убили Браума, играют сейчас по Юолам, очень сильно Джайнсы попытаются развернуть эту игру. Адри здесь раскидывает свои автоатаки, попадает в стан. Плохо дело, Адри начинает отступать, Экспепи без маны практически, коконот Руди, флэжится Адри, развернуться не удается никак, команда Джайнс эту драку все-таки проигрывает. В итоге... Только одно убийство получилось, Юникорн с оффлавом здесь заработать. Вновь ошибка позиционирования, при которой дали возможность Визичачи заинициировать, за счет чего Готфорд здесь уже пожертвовал с собой и отдался. Но у нас будет продолжение, не могут Йолы сейчас брать этого барона, потому что у Попинера есть уже ультимейт, здесь несколько целей можно за счет своего прокаста убить моментально. Да, у Попинера, кстати, помимо Людена и Морельника появляется еще войд-став, то есть у Попинера уже есть магические побивания. Там, кстати, Рободон очень неподалеку, так как бэков давно не было, не возвращался он на базу, при этом итомизация у него уже достаточно давно не менялась. Сейчас у него уже почти на 100 миньонов лидерства по сравнению с Фоксом. Формить Попинера в этой игре очень круто, как бы возвращение такое Попинера в игру очень хорошее. Ну, волосы начали расти, и это стоит тоже отметить. Да, это как бы понимает и в СНГ, то есть в волосах сила. Да, и Антариус тоже выбрал этот путь и пытается теперь отращивать те волосы. Здесь потратил свой биндинг Попинера, визичачи сразу же дал инициацию по нему, за счет чего Люксе пришлось выходить из драки. Но Люкса, правда, очень плохую ульту здесь дала только. Да, потому что здесь Адрес смог настрелять, и если бы в эти три цели, которые он настрелял, влетела бы ульта Люксы, здесь драка совершенно иначе бы закончилась. Да. Конечно, от действий Попинера зависит слишком много в этой игре, потому что эта Люкса является основным источником урона команды Джайенс. Да, Адри тоже, но Люкса первостепенно. Все-таки задача Люксы здесь реально выйдет. Такой ДПС, чтобы Кэрри и Юолов не могли продолжать драки. Ну, это проблема этого чемпиона, поэтому долгое время он не использовался вообще. Ого, играет по Холисангу, хорошо поймали, здесь Эксплодив Каск, выпивают очень сильно Трэша Бетанжок, просел по здоровью, коробка уже, а Трэша Бетанжок была заюзана. Адри, что там делал Адри? Его разорвали на куски, и это может быть крахом команды Джайенс в этом матче. Адри продолжает преследовать визичачи вообще непонятные рандомные мувы происходят в команде Джайенс. Это может быть барон для Юолов. Хотя опасный. Пепинера может камбэкнуть игру для своей команды в соло. Адри просто, по-моему, нельзя давать таких чемпионов, при которых есть возможность поймать Кокон, поймать Хук, и здесь Йолы наказывают за ошибки. У-у, визичачи получает бендинг. Здесь 4400 остается у барона. Нужно хорошо рассчитать этот момент с ультимейтом. Атом при этом встревает. 2800 у барона. Это проблема очень сильно. Визичачи ультует. Тут Пепи уворачивается, при этом проходит прокаст с Пепи, но барона забирает команду Unicorns of Love. Застерить не удалось. Очень поздно Пепи начал кастовать свои скиллы. Можно было бы ежку дать заранее. Можно было так, кстати. На 2000 уже ультовать. На полутора. Но не удалось. Ну, а Люкс не тот чемпион, который против барон-миньонов справляется хорошо. Поэтому сейчас для Йолов очень несложно будет как-то пытаться здесь инициировать. Адри просто подошел и начинал играть по Руди. Этого делать нельзя было, потому что именно у Руди и Хулисанга достаточно много контроля, чтобы разобраться с такими кэрри. Можно было пытаться как бы разводить на скиллы, но не пытаться драться. То есть когда Кук Мао это чемпион, который вынужден стоять на месте. При как раз таки своем раскасте. Его кастуются все его скиллы. Ох, Адри здесь может расстрелять Хулисанга очень сильно. Экспойзив каск. Играют дальше. Йолы пытаются разобрать. Бетан Джок попадается под героя к чарджу от Поппи. Здесь Фокс выходит слишком далеко вперед. Адри стреляет, видит чарджи, подкидывает Адри. Бивает его в стену. Умирает Кук Мао. Готфред старается отойти. Экспепи не сможет сейчас ничего сделать уже. Он практически без маны остался вдобавок. Готфред может умереть. Здесь еле-еле держится этот Браум. А, это будет потеря мидлейна сейчас. В пользу Unicorns of Love. И сторона упадет. Вновь хороший ультимейт. Но уже поздний. Здесь Йолы и так получают практически... Да, Ингибитор все еще стоит. Пытается его защитить теми силами Джайант. Смогли все-таки выше. Здесь тележки тоже упали. И 10% ХП остается сейчас у Ингибитора. За счет чего Супер Миньонов пока что не будет. И Синебаф еще смогут здесь забрать для себя Unicorns of Love. Не получат его экспепи. Адри очень сильно теряется в командном сражении. То есть ему ни в коем случае нельзя занимать позицию, где он стоит достаточно близко здесь к противникам. Когда у него заканчивается его W, ему нужно держать позицию свою очень осторожно. Он неаккуратно здесь подошел. Тут тоже сложно. Визичачи с Клэш А сыграл. По драке он пытался двигаться хорошо. Не так много, возможно, автоатак он дал, сколько бы мог. Но здесь по большей части именно заслуга Визичачи. То, что он так разыграл и смог избавиться просто от этого Кога. Ну, по-моему, у Адри был флеш, мне показалось. Не, не было, не было. Не было, не было, да. Но все равно Джайанс стараются за всех сил драться. Это явно Джайанс, которые прогрессировали в некотором роде за те недели, которые отыграли. И они уже не отдают игры даром. Пытаются поймать сейчас стилбэк. Вынуждены дать свой флеш, экспозив каску от Грагаса. Не совсем понятный. Расходники пока что у нас ультимейты Грагаса. Ох, хорошо ловит Холюсанга Атома. По нему сразу же фокус очень сильно. Атом не успеет даже ульту свою прожать. Тут же Люкса отвечает своим ультимейтом. Забирает тут же Поппи. Здесь Бетанжок пытается играть по Холюсангу. Коробка была поставлена от трэша. Адри может встрять здесь. Ну, как так? Адри практически погибает. Тем не менее, опять Хлук. Все выпадает Адри. Он просто магнит для скиллшотов. При этом трэш подставляется и умирает. Это еще одно убийство для команды Джайанс. Два в один размен. Щиточки Люксы все-таки могут некоторые драки переворачивать. Здесь Адри смог все-таки выжить. Холюсанг, конечно, пытался зацепить. Но сам трэш цель не может убить. Если твоя команда не может добежать, лететь порой не стоит. Хотя там, мне кажется, просто у Холюсанга не хватило одной или что-то около этого секунды, чтобы дать флей под трем целям. И там бы уже Фокс вместе со стилбеком разобрались. Хорошая драка здесь. Холюсанг выбрал позицию, смог зацепить Атома. Жалко, Атом не успел. А по Атому столько контроля прошло. Здесь такое гравитационное поле от Виктора. При этом идет кокон от Элизы. И когда один контроль накладывается на другой, выйти из-под него просто невозможно. Там порядка четырех секунд, пяти даже. О, Адри, благо был флэш. Удалось здесь довольно хорошо себя спозиционировать. О, в итоге поймали Руди там на реке около Дрейка. Драконы забрали для себя Джайанс. При этом Руди может умереть. По нему станут Годфрода. И в итоге это минус Элис. Шатдаун в пользу Адри. Шатдаун. При этом Джайанс забирает второго Дракона для себя. Это может быть попытка снести одну вышку у Йолок. Не попытка, а они просто подходят и сносят ее. Да. Без всяких проблем. И они на Т2 должны пойти? Могут попытаться. До появления Руди еще 35 секунд сложно все-таки. Хотя у них пушатся и топы, и поздно. Супер миньоны в этом проблема, по большей части. Ну, немного миньонов на нижней верхней линии. Это заставит Йолок немножко свой фокус сместить на террине. Но тут, да, просто-напросто супер миньоны пошли далеко. Очень ушли за ингибитор команды Джайанс. У Пеппинера, кстати, уже 420 миньонов практически. У него есть Рободон. Остается только последний слот. Это Люкса, конечно, если все-таки в драке сможет выцепить Стилбека, либо же Фокса. По факту даже кушкой попадать не надо. То есть контролем своим достаточно дать просто орб и ультимейт. Файнал Спарк. За счет чего эти цели склеятся. Да. При этом сейчас еще появится Жоня, возможно, у Люксы. Жоня сделает как раз-таки Пеппинера. Ну, Люкса сможет... Более смелым. Да, более смелым. Люкса сможет драться уже на объективах вроде Барона. Ну, то есть неаккуратно позиционироваться где-то вокруг, а может прям драться на реке, заходить и давать более агрессивные сингулярности свои. Ну, пока что ситуация такая, что... Да, Юолы впереди на 4000, но на 41-й минуте эти 4000 вообще роли не играют. Ну, минимум. Ну, тем более при таких связках, где очень много урона уже есть у некоторых кэрри. Что с одной стороны, что с другой. Здесь даже Джайанс, наверное, слегка поопаснее сейчас выглядит, потому что у них просто с более высокой дистанцией. Ох, здесь могут очень хорошо зажать Юолов Джайанс. Двух сторон заходят. Здесь Адри начинает раскидывать по Руди. Антенна отлично от Хулисанга. Стилбэк очень разродненно играют Юол. Сейчас Хулисанг погибнет. Это первый килл в этом бою для Джайанс. Аккуратно отходит Джайанс, играют чистенько здесь. Одна из проблем трэша. Когда он пытается кого-то хукнуть, все-таки он тоже стоит на месте и сыграть по нему так же просто, как и... Стилбэк. Он пытается сыграть по кому-то здесь. Стилбэк не удалось Готфреда зацепить. И Джайанс вполне могут попытаться забрать Барона, который сейчас появляется. Да, есть еще ультимейт Файнал Спарк у Люксы по-прежнему. Джайансы идут на этого Барона. Упадает очень быстро за счет этого Кога. Но сейчас Адри должен спозиционироваться правильно. От Адри и Скепинера зависит все в этой игре. Адри вылетает. Вылетает с помощью ультимейта. Поппи его выкидывает визит Чачи. Дальше пошел прокаст от Люксы. Стилбэк проседает до 70% с одной Ешки. Люкс, Бетанжок отходит. Здесь Атом попадает. Но он использовал свой ультимейт. Он держится. Как он танкует здесь? Пепинера! Неостановим. Поппи уже упал. И Джайансы идут дальше. Фокс не позволяет Джайансам пройти вперед. Все-таки этот Виктор все еще опасен и много повреждений наносит. В итоге Джайансы вынуждены отступить. Все-таки отсутствие ингибитора дает о себе знать. Какие же у Йоулов проблемы вообще против этой колдунии, которая с задней линии постоянно настреливает. И уроны в Иксппи сейчас просто там божественные. Люкса колдует в этой игре. В Зичачи есть уже магическое сопротивление. Достаточно большое, кстати. Ой, Руди встрял! Проказ пошел! Люксы! Это минус, Руди! Урона очень много. У Люксы сейчас действительно много урона. Недооценивать ее не стоит. Breaking news. Джайанс уничтожают Йоулов. Готфред флешится из-под ультимейта Стилбека. Здесь пытаются взять Барона. Джайанс очень рискованное решение. Но Атом появляется с телепорта. Бетонжок танкует хорошо. Адри здесь как бы не попасться ему под удар. По нему Face of the Mountain. Атом держит фронтлейн. Адри при этом нужно осторожнее позиционироваться. Здесь Барон восстанавливается. Визичача прилетает в Адри. Умирает Когмао. И это разгром сейчас для Джайанса. Нужно отступать. Визичача потеет уже. В который раз он кого-то вылавливает. За счет чего Йоулы могут что-то делать на карте. Но если у них не получится сражаться против Люксы в дальнейшем. Ай, Визичача попался под биндинг. Тут же сингулярность. Фокс. 50% хп и лантерна. Ой-ой-ой. Икс Пеппи может умереть здесь. У него очень плохая позиция. Визичача не успевает. Хорошо Атом сыграл. Готфайт прикрывает Пепинера. При этом Пепинера без маны практически. У Пепинера очень мало маны. А что Йоулы пытаются заканчивать эту игру сейчас? Ой-ой-ой. Стилбэк идет дальше. Атом дерется с Визичачей. Визичача застрял. Да, Пепинера отпушивает здесь. Старается. И Т4 сейчас упадет. Стилбэк пытается подраться здесь. Убивает Браума. При этом Пепинера без маны вынужден отойти дальше. Здесь Атом играет по стилбэку. Стилбэк хорошо раскастовывается. Его автоатаки больно бьют. Петанжока ловит под Дес-Сентенс. Пепинера с 30% маны возвращается в бой. Использует свой Файнал Спарк для того, чтобы защитить Т3-вышку. Но это не удается сделать. Ингибитор на ботлейне будет уничтожен. Руди при этом попадает в биндинг. Но ульты у Иксбепи уже нет. Как бы Пепинера не пытался защитить эту катку. Все-таки команда... Юолы здесь просто идеально разыграли этот момент. И они вынесли с одного вот этого позднего и жадного бэка Джайанс. Потому что они первоначально хотели вернуться на базу с телепорта. Невыгодной позиции для себя. И Юолы наказали этой потери двух сторон. И потери одной из вышек Т4. И сейчас в плохой ситуации начинают быть Джайанс. Потому что байтить на барону можно. Адри позади остался. Тут надо было атомы. Хотя тут уже ничего не сделаешь. Наверное, тут... Это хороший момент от Визичачи. Потому что он заинициировал через флеш. И предугадать такую очень сложно. И у Кого был флеш? У Визичачи тоже. Просто не смог среагировать. Вот здесь жадно. Здесь они очень долго бегали. При этом очень хороший шотколлинг. При котором стилбэк сразу же побежал пушить линии. Там ингибитор отдали получается. И там много миньонов на боте. Атом здесь, кстати, тоже очень хорошо сыграл. Атом спас. Да, да, да. Потому что если бы умер ХПП, то можно было пытаться заканчивать эту игру. При этом здесь у Фокуса получилось отфлешиться от бетонжок. Да, кстати, там крутой флеш был. Да, тут прям насыщенный момент на крутые действия получился. Четвертого дракона сейчас было. О, в лед пошел по Готфрэд, но его забирают. Тут же по Адри опять играет Визичачи. Визичачи старается здесь продолжить игру по бетонжоку. Атом с другой стороны пытается танковать. Здесь Адри может погибнуть. Он пытается разворачиваться по Визичачи. Там Холисанг играет с флеша своим биндингом. Адри скорее всего умрет здесь. И эта игра, судя по всему, закончится прямо сейчас. Победой в пользу команды. Не Джайанс, а Йоу. Как быстро все переменялось, Джайанс все-таки смогли потерять ход событий в этой игре. Очередные несколько поимок Адри решили исход в пользу Unicorns of Love. И сейчас для Пипенеры будет очень обидно заканчивать эту игру. С нулями смертей, со счетом 6-0-3 и 475-ю миньонами. Да, и Джайанс вроде как вели вначале.